И мы с вами с молитвой продолжаем наши темы. Я сказал, что как-то мне очень трудно построить какую-то логическую систему, и поэтому я постараюсь выбирать темы, которые интересны. По крайней мере, несколько занятий так, пока, скажем, не найдем какую-то определенную линию. Я сегодня с вами хотел поговорить о такой сложной теме, как книга Зоар, немножко об ее истории, а самое главное привести конкретные примеры, потому что кажется, что эта вещь совершенно закрытая, относится к тайному учению, но, тем не менее, есть много моментов очень красивых, которые можно понять, да? Можно понять и представить себе. Вот сейчас мы с вами сделаем вот что. Особенно это важно, мне кажется, в связи с распространившимся, набирающим такие обороты увлечением Кабалой, да? И представляется здесь необходимым сделать вот такое замечание, что Кабала, в принципе, да, это термин неопределенный, да? Вот. Что значит Кабала, да? Я бы сказал, что просто как бы пытаясь даже не определить, а вот как-то описать это понятнее, что Кабала – это не книги, а скорее Кабала – это образ мышления, потому что на любом материале, на тексте Торы, на комментарии можно как бы войти, если так можно сказать, в эту область Кабалы. Я бы назвал Кабалой такой ассоциативно-медитивный способ изучения Торы. Вот. И понятие медитации, кстати, оно совершенно не чуждо иудаизму. Напротив, оно занимает в нем очень важное место. Вот. И просто у нас нету такого термина «медитация» есть, но оно как бы пришло из чужой культуры. У нас медитация называется «кавана», да, сосредоточение на какой-то мысли. Вот. И мудрецы, в общем-то, не требуют никакой особой каваны при исполнении заповедей. Это разбирается в трактате «Брахот», что как бы единственная кавана – намерение – это намерение исполнить заповеди, не проникая в ее смысл. Но это не значит, что это самый, как бы, хороший, высший уровень исполнения заповедей, да. Вот. Когда человек делает действие, не понимая своего действия, это не значит, что это какой-то идеал, такое исполнение заповедей. Чем глубже человек проникает в тайны духовного мира, вот, и совершенно необязательно на уровне сферот, да, а на уровне даже о таком философском, понимает философию Торы, ее посылки, скажем, ее отношение к духовному миру. Вот. Тем действеннее его заповедь, да. Она преобразует и внутренний мир человека тогда, вот. А если заповедь исполняется с любовью, то она влияет и на, как бы, на духовном уровне, влияет и на другие сердца. Любовь, она вещь неограниченная, поэтому она, как бы, ломает все пределы и достигает и затрагивает души и сердца других людей. Но для того, чтобы исполнять с любовью, надо исполнять с пониманием. Без понимания, без проникновения в смысл не может быть любви. Есть приказ подчинения царю, когда ты исполняешь заповедь как обязанность. Это все очень хорошо и замечательно. Если человек проникает в смысл заповеди, она притягивает его сердце, он восторгается красотой этой заповеди и исполняет ее с любовью, и тогда границы, как бы, влияния на мир, они расширяются. Скажем, ну, после такого, скажем, небольшого, после такого небольшого введения, мы можем с вами попытаться посмотреть некоторый конкретный отрывок. Давайте мы сделаем так. Мы возьмем конкретный отрывок из ЗОВР, а потом поговорим о самом Раби Шимоне Бар Юхайе. Вот, скажем, что мы сейчас делаем, как мы всегда с вами это делаем. Я сейчас постараюсь вывести текст на экран. Вот, тут главное, что-то не нажать не то, да, и не сбить всю программу. Так, вот. Да? Вот. Сейчас мы попробуем увеличить этот текст, да. Уберем ненужные нам обозначения. Попробуем увеличить этот текст. Вот так, как-то, да. Текст виден нормально, да. Это практически, это практически начало, начало ЗОВР, введение в ЗОВР. Я надеюсь, что все понимают название. ЗОВР – это свечение, да. Есть, как бы, разный, разный свет. Тору можно увидеть в разном свете. Вот есть свет определенного уровня, довольно высокого, который, который называется ЗОВР. Да? И вот, фактически, как бы, введение в ЗОВР книга начинается так. Раби Хискея открыл новую тему словами. Акроза среди колючек. Да, это песня песней. Вот, и мы помним, что песня песни – это диалог между девушкой и ее возлюбленным. И если взять в плане образов этот диалог между душой человека и Всевышним, вот, и душа тянется ко Всевышнему, и Всевышний иногда восхищается, восхищается душой, да. Между ними существует отношение по любви, да. Вот, и, как бы, юноша обращается к девушке и говорит, как роза среди колючек, да. Вот, она его называет китапула, как яблони среди деревьев леса, как яблони в лесу, плодовое дерево в лесу. Он и называет розой, розой среди колючек, да. Вот, Раби Хискея спрашивает, кто эта роза, да. Отвечает, да, общество Израиля, да. Что общество Израиля, прежде всего, можно сравнить с розой, и песня намекает на него, да. Вот, если кто-то закроет микрофон, я ему буду очень благодарен. Я, наверное, могу сам закрыть микрофон, да. Да, вот. Сейчас попробуем. О, спасибо. Или это я сделал, или сам Александр, Алекс вспомнил. Неважно. Да, продолжаем, да. То это роза общества Израиля, да. Ибо есть роза, и есть роза, говорит Раби Хискея. Есть одна роза, есть другая роза, да. Я думаю, что некоторые слышали, может быть, это часто повторяемые цитаты, но мы с вами-то как раз постараемся прийти к смыслу, к такому, как мы с вами сказали, медитативному пониманию этого текста, да. Чем отличается роза, находящаяся между колючек? У нее есть красный оттенок, и есть белый оттенок. Так и общество Израиля. У него есть и суд, и милость, да. Чем отличается роза? Тем, что у нее 13 лепестков, да. Мы понимаем, что сегодня с точки зрения ботаники это, наверное, не совсем верно, но можно принять это как теоретическую посылку, да, что вот у розы, в принципе, как бы в проекте, по крайней мере, должно быть 13 лепестков, да. Так и общество Израиля. Есть 13 мер милости, которые окружают его со всех сторон, да. Посмотрим, что по этому поводу пишет Раф Кук, да. Он соотносится с этим моментом в своей книге «Аеледа Шахар», да, где он объясняет целый ряд понятий из книги «Зоор». Общество Израиля, весь народ в целом, похоже на розу, потому что оно подобно розе, которая поворачивается к солнцу, да. Действительно, значит, многие, многие цветы поворачиваются к солнцу, как мы знаем, подсолнух, да, вот. Но далеко, далеко не все. Те цветы, которые растут в саду, и роза, как бы, из них ярче всего выделяется тем, что она поворачивается к солнцу, да. Так еврейский народ поворачивается всегда ко Всевышнему, да. Вот. Она растет среди колючек, многочисленных народов, подобных негодным сорнякам, которые никогда не поворачивают свои головы к свету и не знают, откуда он исходит, да. Мы с вами представляем, что речь идет, естественно, не об отдельных людях и даже, может быть, не обо многих людях, а о народах, которые несут в себе идеи, далекие от понимания единства Всевышнего. У этой розы есть красный и белый оттенок. Еврейский народ отличается способностью воспринимать и понимать милость Всевышнего, так же, как и способность принимать его суд, да. Не только хорошее известие упрочивают нашу веру, но и плохие, пусть их не будет, да. Еврейский народ призван проявлять и милость, и непреклонность, и сочетать эти два качества. Есть религия, проповедующая милость, милость есть, религия, проповедующая жестокость, жесткость, да. Мы не там и не там, да. Вот мы много говорили с вами о том, что, скажем, да, в иудаизме целиком глобально является главным моментом это и милость, и требовательность, да. Знака умешпад, да, милость и милости суд. На одной милости невозможно построить мир, должна быть требовательность, требовательность человеку, да, в сочетании с милостью. Может быть, это требовательность, суд, он является вторичным, второстепенным, целью является милость, да, суд является инструментом исправления мира и человека, и, скажем, цель, которую он преследует, суд, это раскрыть еще большую милость. Все это так, да, но одно, очевидно, да, на одной милости невозможно построить ни общество, ни даже отношения между людьми. Между людьми, да, если нету требовательности в этих отношениях, то они могут быть, оказаться ненастоящими, да. Вот теперь возьмем шушана от слова шесть, шушана роза от слова шесть, там же, вот. Ну, хорошо, да, вот тут мы можем с вами, можем с вами посмотреть, скажем, что Зогр имеет в виду под тринадцатими лепестками. Почему тринадцать выводит нас на сочетание, на сочетание милости и суда? Что, где мы с вами видели розу, у которой белые и красные лепестки, да, для того, чтобы понять этот момент, да, вот, из видения, мы с вами попробуем поднять вот такой рисунок, да, вот такой рисунок, который, по-моему, нам сразу объяснит, что значит тринадцать лепестков, да, как мы с вами видим здесь, да, здесь у, если представить себе, что это роза, там, или схематическое изображение розы, да, то у нее двенадцать лепестков, но есть тринадцатый, который является, как бы, подкладкой и проявляется, да, если не повсюду, то, как бы, с определенными промежутками проявляется иногда этот тринадцатый лепесток, да, то есть, когда мы говорим о розе о тринадцати лепестках и говорим, что у нее есть и красный, и белый, да, с одной стороны, мы понимаем, что красный – это символ суда, белый – это символ милости, опять же, мы можем спросить, почему не белый, почему не синяя, как бы, да, а белая, белая символ милости. И вот этот рисунок нам как раз поясняет все эти проблемы, то есть, когда нам хотят сказать, что у нас есть роза о тринадцати лепестках, то хотят нам сказать, что есть роза с двенадцатью лепестками, которая, как бы, да, вот, между которыми пробивается свет, да, между которыми пробивается свет, свет бесконечности, да, который и как раз является основой высокой глобальной, высокой глобальной милости Всевышнего, да, то есть, есть роза с красными лепестками, с таким, можно сказать, восприятием более близким к этому миру, который построен по суду, да, и суд, суд этот, как бы, да, не является абсолютным, он разрывается, у него есть разрывы, и есть просветы милости, но милость это, как бы, да, не такая, скажем, человеческая, не человеческого уровня, а уровня божественного, да, выхода с выходом на бесконечность, да, вот, и, на мой взгляд, вот такой очень красивый момент, да, он сразу, как бы, нам открывает, открывает, вводит нас в книгу, вводит нас в книгу Зовар, да, он помогает нам понять, что есть, в обществе Израиля есть и суд, и милость, да, но это выходит, как бы, они, и особенно милость, имеют в себе корень, корень божественный, да, вот, и благодаря выходу такому на бесконечность, и суд, и милость, они могут работать вместе, представлять собой одно целое, потому что 13 по гематрии, по сумме числовых значений букв, входящих в это слово, это ИХАД, один, да, здесь я остановлюсь на секунду, и хочу обсудить с вами, обсудить вместе с вами то, что мы наговорили, вот, есть что-то, что добавить, возразить, Равзеев, у меня есть вопрос, да, да, пожалуйста, да, в этой цитате из Зоара с Розой сравнивается Кнессет Исраэль, если я не ошибаюсь, да, 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 и есть еще такое понятие Клали Сраэль, и вот есть какая-то принципиальная разница между двумя понятиями, Кнессет Исраэль и Клали Сраэль? Я думаю, что, думаю, что принципиальной разницы, думаю, что принципиальной разницы нету, да, только когда говорят Клали Сраэль, это общий Израэль, да, а Кнессет Исраэль, если мы будем пытаться быть точными в переводе, да, то это будет собрание Израэля. В общем-то, Кнессет Исраэль – это термин, да, когда говорят Клали Сраэль, часто имеют в виду общество Израэля, общество людей, да, когда говорят Кнессет Исраэль, то имеют в виду, что с обществом Израэля находится щена, находится божественное присутствие, так или иначе. Чаще всего, когда говорят Кнессет Исраэль, речь идет о том божественном присутствии, которое находится в изгнании, в условии, когда нету храма, да, вот если бы как бы составлять толковый словарь, то как бы примерно, вот я бы так определил эту разницу, Клали Сраэль, общество Израэля, это не подчеркивает ничего, как бы просто есть общество, да, собрание людей, есть общество, которому принадлежат те или иные люди, на Акнессет Исраэль, подчеркивает, что есть народ, чаще всего, опять же, в изгнании, с которым находится божественное присутствие. Вот если говорить о терминологии, я бы сказал, что это так. Получается, если сейчас народ, можно сказать, в начале Геулы, не в изгнании, то мы обращаемся к Клали Сраэль. Если в начале Геулы обращаемся к Клали Сраэль, обращаемся к Клали Сраэль. Я как-то здесь затрудняюсь сказать, да, ну, наверное, наверное, вы правы, что... Точнее, вот, связь со Всевышним через Клали Сраэль или через Кнессет Исраэль, что-то Равкук писал еще о душе народа Израиля, вот как-то в этих терминах хотелось бы определиться. Через Клали Сраэль, Кнессет Исраэль. Давайте, я думаю, что здесь можно, что здесь разница не очень, не очень большая. То, что Равкук говорит, вы напоминаете, да, я понимаю, да, что он говорит, что Клали Сраэль, общая Израиля, да, в том плане, в каком вы поднимаете этот термин, да, что общая Израиля, это Израиль, Израиль среди народов, да, тогда, когда та его страна, которая имеет соприкосновение с другими народами. Кнессет Исраэль, это больше внутренняя часть, то есть, как бы, то, что мы, то, что мы с вами сказали, да, просто общее, или общее, когда речь идет о божественном присутствии. Клали Сраэль, если, не говоря, в нейнох, соединяется, Клали Сраэль, соединяется с общим, соединяется с общим Израилем, соединяется с общим Израилем, я думаю, что да, как бы, но это, скажем, это только, только начало, да, есть общее Израиля, есть то, что понятно и, понятно и доступно другим народам, да, и те же семь заповедей, и законы Торы, соединяющие человека с человеком, да, это больше доступно народам мира, поэтому в нейнох входят через эти ворота Клали Сраэль, но, так же, как мы с вами говорили, что дальше путь не закрыт и к высокой части, да, к пониманию, к пониманию высокой части Торы, вот, я думаю, что для бнейнох этот путь не закрыт. Клали Сраэль, вот, общество Израиля, та страна, которая как бы общая и у нее есть и общая с народами мира, да, это действительно ворота входа, но дальше может быть поднятие и выше и выше, вот, мне кажется, что это таким образом, да. Спасибо. Вот, скажем, мне кажется, что если говорить о бнейнох, я бы в скобках замечу, потому что это как бы постоянная тема, которая у нас, которая у нас всплывает, то интересно, мне кажется, да, говорить о выдающихся людях из народов мира, да, которые прокладывали, прокладывали свою дорогу, возможно, то есть невозможно, а точно даже они соприкасались с еврейской литературой и были под влиянием еврейской традиции, но они интереснейшим путем прокладывали свою дорогу. Это может быть и Ньютон, это может быть и Франклин, то есть мне кажется, что в скобках есть сказать, интересно было бы изучать биографии этих людей, как они прокладывали свой путь к пониманию Всевышнему, построению очень такого высокоморального образа жизни. Окей, ладно, хорошо, теперь, ну, здесь мы чуть-чуть как-то разобрались, представили себе, есть ли еще какие-то вопросы или мы можем сделать следующие шаги. Хорошо, значит, если вопросов нету, то давайте представим себе, давайте представим себе немного Раби Шимона Бар-Юхая, так как книга Зоор является так, так как книга Зоор является его учением, которое было записано, возможно, передавалось через его учеников, передавалось через поколения и было записано, ну, вот где-то, скажем, можем представить себе в 13 веке в Испании было записано, превратилось в книгу, до этого передавалось от ученика к ученику, в основном как устные учения, но все это как бы Раби Шимон и Раби Шимон Бар-Юхая и его школа, что мы можем сказать о нем, что его, скажем, активная деятельность это примерно со 140 по 170 год этой эры или, скажем, период, первый период его активной деятельности это после восстания Баркова в 135 году и уже после разрушения первого храма прошу прощения, после разрушения второго храма мы его находим в Явне, там он молодой ученик и он находится в школе в Явне. Мы можем представить себе, что скажем, он побывал он побывал в Риме и добивался отмены запретов на изучение Торы, еще когда он был даже в Явне, он оттуда совершил путешествие в Рим, да, то есть я сказал, что 140 и 180 год это время его деятельности, наверное, это не, скажем, период такой его самой активной деятельности, но явно, как мы понимаем с вами, это 70 год, где-то при императоре Домициане в 85 году примерно он побывал в Риме и просил отменить законы, запрещающие изучение Торы для сыновей Израиля. Вот позднее при Марке Аврелии, которую у нас традиция принято называть Антони Пи, он, раб Шмон Бар-Юхай был заочно приговорен к смертной казни. Чем это вызвано? В это время римляне начали восстанавливать провинцию Иуда после многих лет разрухи, после того, как она не восстанавливалась, после восстания Бар-Колба. В это время раб Шмон Бар-Юхай высказался против римлян, против сотрудничества с римлянами, и ему пришлось убежать, и он 13 лет находился в пещере со своим сыном. Там в пещере были выработаны основные принципы изучения Торы, которые легли впоследствии в Аскному книге Зор. Раб Шмон Бар-Юхай еще вышел из пещеры и прожил какое-то время в Тверии довольно долго, и там поднял целый ряд учеников, которые сохранили его учения. Раб Шмон Бар-Юхай любил землю Израиля, не разрешал своим ученикам покидать землю Израиля, рассказывается про него Агада, что время было очень тяжелое, особенно после восстания Бар-Коба, многие покидали землю Израиля, и его ученики, кто-то из его учеников покинул землю Израиля, и стало известно о нем, что он очень благополучно устроился. И другие ученики хотели последовать его примеру, тогда он вывел их в долину недалеко от где-то в Галилее, и долина наполнилась золотыми монетами. Он сказал, что если кто-то хочет разбогатеть, пусть берет, но пусть он знает, что он берет от своего духовного мира, и никто не взял. То есть понятно, что это Агадар рассказывает о том, что покинуть землю Израиля, это большая проблема, которая наносит удар по изучению Торы, за пределами земли Израиля, нельзя учить на таком уровне Тору. Это то, что касается Раби Шимон Бар-Юхая. А мы с вами постараемся сделать еще несколько шагов по тексту книги Зоор. Сейчас давайте мы выберем с вами то, что нам может быть интересно. Окей. Есть кусок, который я не успел перевести, но я надеюсь, что мы справимся. я постараюсь его прочитать просто для вас. Я так понимаю, что одну секунду текста не видно, хотя может быть, но я подниму все-таки текст. Вот. И секунду. Смотрим, что нам может быть интересно. Что нам может быть интерес секунду. Что мы с вами успеем сделать. Окей. Давайте здесь. Вот. Здесь опять же изведение в Зоор. Практически следующая посылка. Вот мы видели, что раби Ицхак, один из учеников раби Шимона, начал обсуждение Тора тем, что он сравнил Израиль с розой. И мы с 13 лепестками попытались представить, что это значит. Теперь раби Шимон, он так начал. Он так начал обсуждение Торы. Потах. Потах начал, открыл обсуждение Торы таким образом. А Ницаним Неру Ваарец. Завязи, бутоны появились в земле Израиля. Что это, что такое Ницаним, что такое бутоны? Это также строчка Ширы Ширим. Что такое бутоны? Говорит он, речь идет о сотворении мира. И когда бутоны появились на земле в третий день, когда Всевышний велел появиться травмой деревьям, появились бутоны. Когда сказано Пусть выпустит земля траву. И тогда появились цветы, появились завязи цветов на земле. И параллель Ширы Ширим в книге Песни Песни появились бутоны. Дальше говорится просто смотрю, чтобы мне дальше он говорит В Эда Замир Игия время обрезания ветвей приблизилось время, обрезают ветви сухие, чтобы дать возможность расти молодым. Это четвертый день. я просто смотрю, что здесь несколько долго, и мне будет трудно объяснить вам, просто это займет как бы будет несколько скучно это все нам поднимать. давайте возьмем следующий отрывок. То есть можем сказать, что Раби Шимон в дальнейшем сравнивает бутоны появившиеся при творении мира, он сравнивает с праотцами. И вот как бы это первые ростки в области такой развития человечества это праотцы. Давайте с вами возьмем отрывок, который может быть мы с вами разбирали, но мы его дополним и расширим, посмотрим, что здесь говорится. Это также введение обзора. И здесь говорится Береши Трабель Азар Потах. Начиная разбирать Береши, Трабель Азар таким образом открыл тему. Он привел отрывок из Шаягу. Поднимите глаза ваши и посмотрите, кто сотворил эти. И он говорит, поднимите ваши глаза к какому месту, туда, к тому месту, к которому привязаны и притянуты все глаза. Он имеет в виду, что у человека есть духовные глаза, и глаза, которые видят материальный мир, и глаза, которые, может быть, не видят духовный мир, но они к нему постоянно тянутся. И когда пророк говорит, поднимите ваши глаза, то он имеет в виду, что не просто посмотрите на звезды, а постарайтесь вашим духовным взором проникнуть в кто сотворил это. А так говорит пророк Ишаягу в 40 главе. Мы сразу можем с вами увидеть, что в вопросе заключается ответ ми и эле, кто и эти. Если мы сложим вместе эти два слова, то мы получим слово илуким, слово всесильный. То есть в самом вопросе содержится ответ ми илуким, кто сотворил это, но в вопросе содержится ответ всесильный сотворил илуким, сотворил это. И что это такое, скажем, и что это такое, что это за уровень, куда устремлены все глаза. Этот уровень называется закрытая древняя, уровень закрытого древнего. Уровень закрытого древнего, как можно представить себе, что это за уровень закрытого древнего. скажем, если мы будем представить себе, что мы идем по времени, стараемся идти все дальше, все назад, назад и назад по времени, мы когда-нибудь достигнем той точки, где, когда был сотворен мир, точки творения, и дальше мы идти не сможем, и эта точка называется закрытая древняя, то есть самое-самое древнее, начало, дальше до начала мы не можем идти, как сегодня говорят ученые, мы не знаем, что было раньше первого атома, из которого образовалась вся Вселенная. Вот как бы примерно так говорит и Зоргий. Если мы будем идти к началу, мы придем к началу творения, и дальше, что было за началом творения, до начала творения мы не сможем с вами определить. Поэтому когда пророк говорит поднимите ваши глаза и посмотрите, кто сотворил это, надо он говорит поднимите, посмотрите духовным взором, призывает смотреть духовным взором, и куда духовный взор устремлен, это скажем эту область, куда устремлен духовный взор называется закрытая самая древняя. То есть взор устремится к началу, к началу творения, потому что там в начале творения можно было бы понять, кто сотворил это. можно сделать еще один шаг небольшой и попасть туда, где до начала творения, где нету материи, которая скрывает от нас Всевышнего и понять, кто он. Но, к сожалению, этот момент он закрыт, туда наш взор не может проникнуть, хотя даже духовный взор, хотя он тянется и тянется постоянно к этому моменту саттим атика. И мы говорили, что скажем, вот этот уровень, закрытая, самая древняя, первая точка, начало творения, этот, куда тянется духовный взор, он существует для вопроса, существует для вопроса, но не существует для ответа. И все время можно спрашивать, кто сотворил, но получить ответ четкий, ясный, кто сотворил, невозможно, то есть представить себе творца. Описать его одним словом невозможно, потому что это было бы ограничить его, ограничить творца, и стоя в материальном мире, даже в той точке, которая является началом творения, невозможно определить творца, но только что можно и нужно постоянно задавать вопрос, кто сотворил это. Значит, этот уровень, или, скажем, образно говоря, изначальная точка, это уровень, который существует для вопроса, но не существует для ответа. И кто сотворил это? Это сотворил ми, это сотворил кто? Здесь мы видим хитрость зора, о которой, может быть, мы с вами говорили, хитрость нашей философии, что вопрос является именем Всевышнего. Кто? разве вопрос может быть именем? Он является именем в том смысле, что если ты задаешь этот вопрос, то ты получаешь постоянно ответ, только этот ответ может быть не на вербальном уровне, а он на уровне твоей души, на все более и более полное представление о том, кто сотворил этот мир, если у тебя есть этот вопрос, если твои духовные глаза устремлены к той точке, откуда все начинается, то это дает тебе ответ. Опять же, не на вербальном уровне, а на уровне твоей души. Ответ может быть не окончательный, ответ какой-то, который тебя выводит на бесконечность и постоянно расширяет твои представления, то есть ответ не дискретный, а ответ такой, скажем, непрерывный, непрерывный, это ми, это вопрос и это имя Всевышнего. И он называется, этот уровень познания называется кцеа шамаем, кцеа шамаем, край, край небес, край небес сверху наверху, край небес сверху наверху, верхний край небес. То есть небеса здесь берутся как образ, куда может достичь человеческая мысль, человеческое сознание, потом, может быть, за небесами начинается пророчество, пророческий уровень, но там, где действуется человеческое сознание, мысль обычная, связанная с этим миром, край, предел это небеса, и вот мы описали, что это уровень ми, уровень вопроса, кто сотворил. да, да, вот, и на, он, и все находится в его, все находится в его воле, да, это то, что мы понимаем, вот, и этот уровень открыт для вопроса, но не открыт для конкретного ответа на уровни разума, да, и он, этот уровень закрытый, было, и не открывается, и он называется ми, да, вот, а выше этого уровня, там нету даже вопроса, да, то есть там настолько все, если бы нам удалось уйти в область, которая пришествует творению, там настолько все не определено, да, из точки нашего разума настолько все непонятно, что даже не за что зацепиться, и невозможно задать вопрос, да, и скажем, можем представить себе, когда мы разбирали с вами буквы, мы говорили о букве мем, да, буква мем есть буква обычная, и есть буква, которая в конце, в конце алфавита, да, в конце алфавита буква мем, она закрытая, да, и в этом плане как бы вот эта графика буквы мем, она перекрикается с этой логикой нашей философии, да, что мем указывает на верхний уровень, она сама как бы указывает буква мем на ми, у нее здесь есть хвостик, который как бы в себе сам включает этот вопрос ми, кто, и вот есть закрытая буква, как бы параллельно с ней есть закрытая буква, которая говорит о том, что есть открытость и есть закрытость, да, этот уровень называется скрытым, но он существует для вопроса, и вопрос ми чуть-чуть на каком-то уровне, чуть-чуть приоткрывает, приоткрывает вот этот закрытый, закрытый уровень, может быть как-то неформально, опять же, не на уровне логики, но приоткрывает этот уровень для души ми, и еще раз он говорит, что это край небес, который называется ми, вот, а существует, существует также, также место внизу, да, или нижний уровень, имеется в виду нижний уровень небес, нижний уровень познания, да, который называется, который называется ма, что, да, то верхний уровень это вопрос кто, а нижний уровень это вопрос что, да, этот вопрос, он задается для того, чтобы понять, какое отличие, что отличает это и это, да, то есть человек направляет свои усилия на познание материального мира, его не интересует кто создал это, а его интересует как это устроено, да, и как бы начинается с поиска различий, что между этим и что между этим и этим, что между этим субъектом и этим субъектом, что между этим этой сущностью и этой сущностью, что между этим творением и этим творением, что между этим и этим, да, и когда, я тут пропускаю скобки просто, где дается пояснение, сноска, где еще эти вопросы разбираются, да, и когда человек спрашивает и ищет и смотрит и пытается узнать и различить между ступенью и ступенью между, скажем, одним уровнем организации материи и другим уровнем организации материи, и так он идет до конца всех ступеней, доходит до конца всех ступеней, и когда он приходит туда, когда он приходит туда, к концу всех ступеней, то возникает, да, то он сталкивается с вопросом «ма, что?», но уже другого плана. Этот вопрос как бы задает не человек, изучающий материю в отрыве от духовных сущностей, а этот уровень «ма» задает, то есть этот вопрос «ма» задает ему Всевышний человеку, да, человек спрашивал, что это, что это такое, как понять, как понять, из чего состоит мир, да, вот Демокрит предлагает, говорит, что мир состоит из атомов, да, очень интересно, атом, по сути, это неделимое, вдруг человек понимает, что атом это, атом это, что атом он делим, да, что он состоит из частиц, из элементарных частиц, оказывается, элементарные частицы состоят из еще более, еще более мелких частиц, он уже, человек уже не понимает, что это за частицы, он не может ими как бы оперировать, да, он теряет, теряет понимание сути, начинает оперировать только формулами, которые позволяют ему использовать, использовать те, скажем, сущности, материальные сущности, которые он обнаружил, но понятен, понятен их уже не может, может, да, есть такой анекдот, который рассказывают физики, говорят, что пожилой отец, физик, ждал, когда его сын займется физикой, вот, и, да, потому что у него был, был вопрос, который он очень хотел разрешить, думал, что сын разрешит, как фотон помещается в электроне, как фотон входит в электрон, да, сын учил физику много лет, вернулся к отцу большим ученым, отец спрашивает его этот вопрос, да, как фотон помещается в электроне, сын говорит ему, меня это не интересует, да, с моей точки зрения это невозможно знать, меня интересует математическая формула, которая позволяет, да, которая позволяет, и, скажем, использовать этот эффект поглощения электроном, электроном фотона, меня совершенно не интересует физическое представление, да, вот, поэтому, если, поэтому, скажем, да, понять, понять устройство материи, все ее, вскрыть все ее законы, да, Зоор говорит, что это, Зоор говорит, что это невозможно, да, опять же, это не значит, что не нужно изучать, изучать материю, да, но, скажем, как было представление людей, скажем, в конце 19 века, что скоро все будут раскрыты тайны, да, что, скажем, будет построена общая система уравнений, которая опишет все действующие в мире силы, как мы знаем, что это до сих пор не удалось создать, что Максфилл пытался это сделать, да, представить себе, как работает этот мир, совершенно, совершенно невозможно, каждый раз вскрываются какие-то новые аспекты, да, и если ты, если ты не выйдешь на вопрос, кто сотворил этот мир, да, не выпытаешься как бы, если так можно сказать, выйти с ним на контакт в том или ином плане, в том или ином смысле, то это познание, оно, это познание, оно оказывается бесполезным, это на вопрос, что, не существует ответа, так же, как не существует на вопрос мину, там по-другому, там ты выигрываешь только что-то для своей души, а здесь, если ты ищешь только Ма, если ты только исследуешь, если ты исследуешь материю, ты для своей души ничего не выигрываешь, Ты можешь научиться использовать, но для души ты не выигрываешь ничего. И мы представляем, что, скажем, наука преподносит много сюрпризов, скажем, и само в себе интересно представить себе развитие и ход мысли научной. И интересно представить себе, что ученые, которые видят как бы все, все видят, все в том смысле, видят сложность материи, видят, что, скажем, материя, если так сказать, не может сама по себе функционировать, что там присутствует за ней кто-то. А эти ученые остаются атеистами. Интереснейший пример, скажем, это Хокинс, который написал книгу «История времени». Трудно как бы саврито переводить. Он ушел из жизни, оставшись атеистом. Человек, который вел понятие черной дыры в мир, исследовал как раз, что там в этом материи, оказывается, достигая своего предела. Эта материя исчезает и так далее. Он все исследовал эти моменты, и он остался атеистом. Есть другой пример, скажем, философ, работавший на стыке науки и психологии, физики и психологии, Поппер, который открыл, что пришел к ясному выводу, что человеческая мысль, она не замкнута в черепной коробке. Она выходит на куда-то, куда он не мог представить себе. Но в любом случае человек не разбивается сам из себя, и человечество не развивается само из себя. И оно получает некоторую информацию извне. Он также остался атеистом. И поэтому тогда нам понятна следующая посылка до Зоора. Что если ты занимался только ма, вопросом что, то Всевышний когда-нибудь спросит, да, «Моя дата, что ты узнал?» Что ты узнал? То есть, ну хорошо, ты узнал там устройство ватума, ты не понял, как он устроил, но ты научился им пользоваться, да. Но что ты в духовном плане узнал? Куда это тебя продвинуло? На что ты смотрел? Что ты пощупал? Все осталось таким же скрытым, как и раньше, как изначально. Здесь можно, скажем, в завершении, скажем, нашего рассмотрения этого, представить себе, на что намекает Зоор, и как Аризаль развертывает эту информацию Зоора. Вот давайте мы с вами возьмем, сейчас, вот, я сделал для вас такую небольшую таблицу. Так, да. Вот, надеюсь, что ее видно, да, видим эту таблицу. Вот, вот, Ма, да, Ма намекает, Ма намекает на очень интересный момент, да. Есть имя Всевышнего, вот, четырехбуквенное имя Всевышнего. Я списал его через кув, как это принято, чтобы, как бы, хотя на компьютере имя Всевышнего можно стирать, если оно написано, потому что оно фактически не существует, да. Но, тем не менее, как бы, с такой дополнительной, дополнительной, дополнительной осторожностью заменяют букву Гэй на букву Кув, да. Так что представьте себе здесь четырехбуквенное имя Всевышнего, да. Теперь, значит, то, что делает Аризаль, он говорит, мы будем расписывать название букв, да, как бы вниз, да. Йод, у нас будет Йод, да. Кув, у нас будет Гэй, да, то есть не Кув, а Гэй будет у нас с Алифом напишем, да. Вав напишем через Алиф, и Гэй еще раз напишем букву Алиф, да. Теперь, значит, посчитаем числовое значение этих букв, да. Числовое значение имени просто 26, да. А здесь у нас получается 45, как нетрудно себе представить, да. Вот Йод, Йод, расписанное таким образом, это 20, да. Вот, и, да, это 20, еще 3, 23, и вав, вав записанное таким образом, это 12, да. Получается у нас, получается у нас 20, да, секунду, чтобы я не запутался, да. Ну да, 45, ма, да. То есть скрытая, как бы, часть, она у нас получается равной 40, равной 45, да. То есть, как бы, если из скрытой части имени Всевышнего 45, ма, и она же соответствует Адам, человек, да. Вот если, как бы, человек ограничивается тем, что он человек, исключает имя Всевышнего, если так можно сказать, да, то все его поиски и исследования материи, они могут быть очень интересными, да, но они не приведут к открытию тайны материи, и они ничего не дадут для души. В конце он встретится, начав с вопроса, кто, он придет к тому же вопросу, да, или с вопроса, слегка, прошу прощения, с вопроса, что, он придет к тому же вопросу, что, да. Но только теперь спросите во Всевышний, что ты нашел, да. Вот здесь я остановлюсь с вашего разрешения, и опять же, у меня, секунду, да, у меня тот же вопрос, да, я пытаюсь, а, окей, да, вот так, да, и у меня тот же, тот же вопрос, какие у вас есть вопросы. Я вижу, что в чате здесь есть какая-то отметка, это отметка шалом, это очень приятно, но шалом, насколько я понимаю, это все-таки не вопрос, да, пожалуйста, да, если кто-то что-то хочет спросить, я готов пытаться ответить. А, Радзеев, а почему узор был написан на арамейском, а не на вашем опытеше? Почему узор был написан на арамейском, это вопрос замечательный, да, вопрос замечательный. Мы видим, потому что мы, скажем, в эпоху Второго, в эпоху Второго, то, что нужно подчеркнуть, наверное, что есть разные арамейские, есть арамейский Талмуда, да, есть арамейский Талмуда, гемары, точнее говоря, и есть арамейский Зоора. Арамейский Зоора, мы видим, что это арамейский несколько другой, это арамейские земли Израиля и несколько предшествующий тому арамейскому, на котором записывалась гемары. Это как бы такая научная справка, что есть арамейский, есть арамейский. Мы тут же с вами можем подчеркнуть, что Мишна писалась на иврите, да, вот, как это объяснить? В принципе, разговорным, разговорным языком в Иудее в эпоху Второго храма очень часто был греческий, настолько, что даже в храме обозначение, там, скажем, коробок для цдаки, они были через греческие буквы, да, там, кто-то хочет дать на храм, кто-то хочет дать пожертвование для когенов, кто-то на какие-то предметы храма, были разные коробки, они были обозначены греческими буквами, то есть разговорным языком был греческий. Арамейский сохранился после Вевлонского плена, и его тоже многие понимали, и мы представляем себе, что есть перевод Торы на арамейский, который сделан не просто как перевод, а для того, чтобы читали его в синагогах. В синагоге в период Второго храма, в период Второго храма уже были синагоги, да, и после разрушения Второго храма в синагогах читали параллельно текст Торы и параллельно его перевод на арамейский. Может быть, было бы понятнее несколько переводить на греческий, но столкновение с греческой культурой, оно было как бы остро воспринималось мудрецами, настолько, что они в какой-то период запретили специально учить греческий язык, имеется в виду, скажем, уже развитый греческий язык, который используется в литературе и философии, они запретили изучение этого пласта языка специально, только если там, скажем, человек на высоком уровне общается с какими-то правителями и так далее, тогда он учил этот развитый греческий язык. Это та обстановка, которую мы видим. Теперь мы сказали, что Мишна была записана на иврите. Это как бы особое усилие Рабиуда Наси, который, скажем, радовал за возрождение языка иврит, призывал говорить на иврите, и ни в коем случае не хотел записывать закон на арамейском, хотя это было бы, может быть, несколько удобней, но не несколько, а намного удобней для, так сказать, широкого круга читателей. Мы можем представить себе параллель, скажем, такого явления. Это уже в наше время мы представляем себе, что, скажем, ну, все хорошо знают Бен-Элиезер, всю эту борьбу за возрождение иврита как разговорного языка, в, скажем, да, и еще до становления государства в Яшуве, в поселении еврейском и после становления государства. Можем представить себе, что в Яшивах, в Израиле, и после 48-го года, и дальше, намного дальше, скажем, продолжали учиться на идыш, да, то есть разговор шел, разговор шел на идыш. В некоторых Яшивах Харидимных это сохранилось до сих пор. Первые Яшивы, в которые изучали Талмуд на иврите, то есть объяснение давали на иврите, независимо от того, фраза написана на иврите или на арамецком Талмуде, объяснение учитель давал на иврите. Первый такой Яшивы это была Мерказа Рав, Мерказа Рав, центр Рава, который создал Рав Кук в 1920 году. Он вел там, как, скажем, обязательное требование, это объяснение на иврите. Может быть, из всего сказанного можно понять, что, скажем, Зоор, который был, в общем-то, внутренним таким учением до определенного времени, внутренним учением мудрецов, которые, скажем, пользовались арамейскими терминами очень широко и обсуждали многие моменты на иврите, раби-иуда, требовавшие написать мишну на... Мудрецы обсуждали на арамите, а раби-иуда, раби-иуда Анаси, 220 год этой эры, он был исключением, он требовал говорить на иврите и записывать на иврите, он был исключением. А мудрецы, они в своей массе общей, они общались на арамейском. И поэтому Зоор, как бы, естественно, скажем, да, вот, раби-и-шимон, вар-ю-хай, когда находился в пещере со своим сыном Элиазаром, на каком языке они говорили, обсуждали тему, они говорили по сути истории на иврите, обсуждение вели на арамейском. Отсюда все, как бы, пошел этот корень, да. Они могли бы, наверное, и сделать на иврите, но принято было, что среди мудрецов они общались на арамейском. Вот, это, как бы, такой длинный ответ. Окей. Что-то хочется еще спросить. Вот, тогда у меня вопрос, насколько такой уровень обсуждения понятен. Или я вас завел в какие-то дебри, запутал, вот, и, как бы, сам что-то с собой разговариваю, а для вас это, не дай бог, оказалось потерянным временем. Что вы скажете? Сам предмет. Сложно. Сложно, да. Очень сложно, да. Понятно. Хорошо. Я учту. Учту, возьмем что-то, возьмем что-то попроще. Хорошо, что реагируете. Спасибо, что реагируете. Но сложно, совсем непонятно. Нет, нет. Понятно. Нужно менять мировоззрение, так сказать. Образ мышления нужно менять. Образ мышления менять. Это же очень хорошо. Конечно, хорошо, да. Но сложно, потому что... Сложно. Не ментальность, а... Ну да. Дарахмахшива другая. Скажите, а почему в Арамите так часто встречаются с Гершаем? Гершаем? Не знаю. Это, наверное, вот издание зависит. А, Гершаем, то, что вы видели, это, может быть, это сокращение. Да, это указывает на то, что мы имеем дело с сокращением или с аббревиатурой слов. И вот поэтому, наверное, это Гершаем так часто в этом тексте. Мне так кажется. Аня что-то хотела спросить или высказаться? Лучше высказаться. Да? Аня, пожалуйста. Спасибо, спасибо за, так сказать, за лекцию. Я хотела сказать, что, если я поняла правильно, что вот то, что касается двух этих оба слов, да, вот то, что ми — это кто? Это вот некий предел этого самого, как бы, когда мы устремляемся вверх, это вот мы доходим до этого предела, дальше которого мы, ну, не совсем можем уже понять, да, то есть кто такой творец, что он из себя представляет, это вот некий предел. А когда мы доходим до внутритворения, устремляемся, это вот ма, это что? Это тоже, как бы, какая-то, какой-то тоже граница, граница, как бы, творения, за которой мы тоже не очень понимаем, как оно устроено. То есть вот вы пример привели из физики, что, ну, не очень понятно, там, какие-то моменты элементарных частиц мы уже, ну, не совсем даже до сих пор ученые понимаем. То есть вот я так поняла, вот смысл того, что мы, ну, есть некий предел, как и вверху, как бы, так и внизу, внутри творения, так и за, вне творения, которые мы, ну, не совсем понимаем. Так вот, то есть вот автор хотел сказать именно такой момент. Ань, большое спасибо, во-первых, за, скажем, за диалог, за такую попытку пересказать. Вот, вы все верно изложили, только нужно добавить, да, что, понимаете, глобальная, как бы, идея, которую мы могли бы взять на вооружение, да, вот, что есть верхний уровень, и на этом уровне ты спрашиваешь, кто. Есть нижний уровень познания, да, и ты там спрашиваешь, что, да, но Зовер по-разному относится к этим уровням, да. Он говорит, что вопрос, кто, имеет смысл задавать, даже на то, несмотря на то, что невозможно постичь, а вопрос, что, не имеет смысла задавать, если он оторван от вопроса, кто, да, то есть просто исследование природы, да, само по себе, оно ни к чему не приведет человека, ни к какому пониманию, да. Он не вытащит, он не вытащит из этой природы ничего того, что его приближает ко Всевышнему. Никакого морального, никакого морального плана он для себя не вытащит из познания природы, да. И поэтому, поэтому изучение вопроса, задавать вопрос, кто в отрыве от вопроса, задавать вопрос, что в отрыве от вопроса, кто, да, это весьма и весьма проблематично, потому что это никуда не приведет, да. А в конце, как бы, можно будет спросить себя, ну и что же я узнал, да. И более того, да, Инштейн, например, скажем, когда была взорвана атомная бомба в Хиросиме и в Нагасаке, он очень упрекал себя, да, упрекал себя за того, что он открыл человечеству, написал эту формулу, Е равняется МС квадрат, открыл человечеству, что в материи самой по себе содержатся колоссальные силы, да, вот, это невозможно, познание, что, познание, что, без поиска кто, то есть без поиска Всевышнего, с которым, с которым человек должен построить отношения, которого должен понять. И ответ этот, кто он приходит, приходит человеку кто, что он хочет, что он требует, да, какие, скажем, какие моральные нормы он вводит, что нужно делать, чтобы быть подобным Всевышнему, этот вопрос необходим, потому что вопрос, что, да, без кто, он приводит человечеству, он не приводит человечеству никуда, приводит в пустоту, в лучшем случае, не дает никакого понимания, а в плане моральных, нравственных норм, да, он не дает ничего и может привести к трагедии. Так что, спасибо за вашу посылку, она мне сказала, что можно добавить, да, вот, ну, я не знаю, смотрите, это мы будем считать наш урок как эксперимент, я дальше подумаю, что нам можно еще выбрать, мне казалось, что это, как бы, ну, может быть, не стоит действительно, конечно, как бы, вот так вот перегибать планку, посмотрим, хорошо. По-моему, очень хороший уровень, Равзе, я просто еще вспомнил фразу «нахнума», то, что Моше говорит несколько раз в Торе, то есть это как раз с положительной стороны может быть такая предельная скромность, предельная самоотмена в Моше, которая как раз вот аннулирует вот эту материальность и как раз остается только вопрос ми. Правильно, правильно, очень здорово, очень здорово, замечательно, баанахнума, а мы, что есть такое, да, он даже, он не может сказать или не хочет сказать, что мы кто, да, когда он хочет нивелировать себя, да, он говорит, мы что, что мы, да, вот, наш вопрос «кто?», он предполагает какую-то, да, если спросить «кто это?», предполагает какую-то высоту, возвышенность, да, и когда, как вы правильно говорите, когда он хочет показать свое, скажем, да, нивелировать, как вы говорите, он говорит «что?». Совершенно верно, совершенно верно, вот, ну, смотрите, можете написать мне какие-то замечания, я попытаюсь поставить вопросы на наш сайт, можете написать какие-то замечания, соображения, так что мне очень важно знать с вами, как продолжать, да, вот, есть у меня еще целый ряд тем, я попробую, может быть, как-то мы с вами найдем линию, хорошо? Давайте планку не будем понижать. Не будем планку, ну, сначала говорите, что трудно, приходится ломать сознание, а потом вы говорите «не понижать планку». Не-не-не, ну, через тернии к звездам, нормально. Хорошо, через тернии к звездам, хорошо, ладно. Нам предлагают через звезды, через звезды к вопросу «кто?». Вы переформулировали через тернии к звездам, ну, хорошо. Ладно, хорошо, мы с вами тогда остановимся, я выключу запись. Было очень интересно мне разговаривать с вами, я напишу какие-то вопросы, вы можете писать на почту или на наш сайт, что вы хотите, любые соображения, я думаю, что это нас продвинет, диалог нас продвинет. Ладно, всего самого-самого доброго, самого лучшего, вот, я постараюсь как-то продолжить. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо.